Добрый день, дорогие мои друзья! Сегодня я хочу вам показать и немного рассказать о своих домашних цветах. Толстянка. В народе этот цветок называют денежным деревом. И говорят, что если в доме находятся такие цветы, то они открывают финансовые потоки. Наука это не доказала. А вот в лечебных свойствах уже доказано, что этот цветок полезный. Он очищает воздух и убирает болезнетворные микробы. Цветок неприхотлив, но он очень не любит прямых солнечных лучей. Поливать его нужно не часто. Летом один раз в неделю, зимой через две недели. Пересаживают этот цветок очень редко, так как корневая система у него слабая. И после пересадки этот цветок может погибнуть. А еще этот цветок очень любит проветренное помещение и теплый душ. Его можно отнести в ванну, закрыть горшок целлофаном, чтобы в корневую систему не попала вода и теплым душем полить крону этого цветка. И ему будет очень полезно. И смоем пыль. У меня на подоконнике выращено восемь таких цветков. Второй цветок называется Замикульдас. Это клубневый суккулет из семейства ароидных. В народе этот цветок называют долларовым деревом. Особенность этого цветка в том, что листовые пластины разделены на отдельные листочки и напоминают кустик. Цветок капризный, не любит прямых солнечных лучей, сквозняков и не терпит холод. Поливать нужно умеренно. Летом раз в неделю, зимой через две недели. Не любит частую пересадку. После пересадки цветок болеет. Этот цветок раз в месяц нужно отнести в ванну, закрыть горшки целлофановыми пакетом и сверху полить теплым душем. Третий мой цветок называется Антуриум. В народе его называют мужское счастье. Я его называю самовлюбленный жених. Цветок очень капризный, не любит сквозняков, не переносит холод и ярко-солнечных лучей. Цветет он в декабре месяце, выпускает стрелу и на кончике стрелы распускается ярко-красный цветок в виде бабочки. Цветет долго. Пересаживать это растение часто нежелательно, так как после пересадки оно сильно болеет. Следующий цветок фикус. Фикус считается растением с позитивной энергетикой, силами процветания, богатства и благополучия. Считается, что фикус умеет успокаивать нервных и раздражительных людей. Особенно нужен фикус тем людям, которые страдают бессонницей. Энергетика этого домашнего растения способна приносить мир взаимопонимания в семейных отношениях. Растение любит свет, но не любит сквозняков. Может при хорошем уходе прожить до семи лет. Растение не любит, чтобы его часто пересаживали, так как корневая система глубоко уходит в землю. И еще это растение должно стоять на одном месте. Доказано, что фикус насыщает воздух кислородом. Дорогие друзья, сегодня я вам показала все свои домашние цветы. Их у меня немного. Я их очень люблю, и они мне отвечают тем же. Они у меня вечно зеленые. Спасибо!